До начала учебного года осталось чуть меньше месяца. Именно в этот период родители собирают детей в школу, что значительно бьет по их карману, так как на сегодня можно наблюдать подорожание как канцелярских товаров, так и одежды, то есть школьных форм. С приближением осени родители принимаются собирать своих детей в школу, приобретая для них специальную форму и канцелярские товары. Все-таки для наших школьников это дорого, потому что у нас есть состоятельный класс населения, а есть класс населения, зарплаты очень минимальные, и собрать детей в школу правильно, по полной программе тяжело. Таким образом, многие родители еще не собрали своих детей в школу. Кто-то по причине отсутствия финансов, а кто-то из-за нехватки времени. Так нетрудно спрогнозировать, что уже со следующей недели на рынках нашего региона начнется ажиотаж. Уже наблюдается рост цен на канцтовары и необходимую для школы одежду. Стоит вопрос, какая помощь оказывается социально уязвимым и многодетным семьям. Например, в рамках акции «Дорога в школу» из фонда общеобязательного образования 48 671 ребенку было предусмотрено на каждого по 40 567 тенге. В сумме это 1 974 436 тенге. Для того, чтобы не случилось, что дети не смогли пойти в школу по республике, организована акция «Дорога в школу». В этом году этот проект будет организован с 1 по 30 августа под девизом «Твори добров». В данной акции примут участие руководители всех управлений районов города Тараза, а также предприниматели. Если есть те, кто хотят делать добрые дела, то следует стать спонсором. На сегодняшний день в Таразе направляются средства на лицевые счета родителей. В районах также до 10 августа будут полностью перечислены финансы на лицевые счета родителей.